О том, что источники развития экономики нужно искать не в экспорте сырья, а в других сферах, говорят участники Гайдаровского форума в Москве, приоритетом, уверены многие, должен стать ориентир на высокие технологии. Тему продолжит Дмитрий Рунков. Вынесенная в заголовок третьего дня Гайдаровского форума тема «Будущее невозможного» изначально, казалось бы, могла заинтересовать только любителей фантастики. Но эксперты сегодня заверили то, чего так долго ждали, уже стало реальностью. Еще буквально несколько лет и купленный в интернете велосипед можно будет распечатать в своем гараже на 3D-принтере, а расчеты наличными станут достоянием истории. Одним из примеров этих стремительных изменений – компания, которая всего несколько лет назад разработала приложение «Заказа такси для смартфонов». Сегодня ее капитализация оценивается в несколько десятков миллиардов долларов. Председатель правления Сбербанка Герман Греф сегодня констатировал, необходимо повернуть экономику страны в сторону IT-технологий. По его мнению, нефтяная эра близится к завершению. Сегодня точно можно сказать, что, как говорят, каменный век закончился не потому, что закончились камни. Точно так же и нефтяной век, можно сказать, что уже закончился. Это будущее, к сожалению, настало раньше, чем мы его ожидали, как всегда. Впрочем, первые шаги по развитию высоких технологий экономика уже начала делать. По объему экспорта и разработке сферы IT на третьем месте, если не учитывать продажу нефти, газа и другого сырья. В прошлом году российские компьютерщики принесли примерно 6 миллиардов долларов доходов. Результаты могли быть и лучше, но отрасли не хватает рук. Сейчас информационными технологиями в их различном виде в стране занимаются 400 тысяч человек. По мнению министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, необходимо втрое больше. Тогда появился бы шанс заменить в компьютерах российских пользователей иностранные программы на отечественные. Задача нашего министерства и правительства сделать так, чтобы в нашей стране были созданы условия и с точки зрения институциональных условий господдержки законодательства, привлекательности юрисдикции и с точки зрения, возможно, точечного финансирования вот именно таких прорывных разработок. Нам нужны глобальные проекты, нам нужна интеграция, по крайней мере, с нашими коллегами по блоку БРИКС. Альтернативу сырьевой экономике страны Анатолий Чубайс видит в новых технологиях. Как пример, он привел самоуправляемые автомобили. По мнению Чубайса, у российского автопрома есть все шансы стать лидером в производстве машин без водителя и совершить инновационный скачок от «Жигулей» к умным легковушкам. Но, пожалуй, главное заявление руководитель «Роснано» озвучил уже в кулуарах форума. Впервые Анатолий Чубайс прокомментировал выступление на предновогоднем корпоративе убыточного предприятия, которое привлекло внимание общественности. «У нас очень много денег. Их просто вот совсем много. Значит, у нас есть вторая премия, помимо первой». Свою речь на корпоративе Чубайс объяснил уже почти классической цитатой. «Каждый руководитель, даже такой пожилой, как я, имеет право время от времени что-нибудь такое сморозить. Его излучается в жизни у каждого нормального человека. В этом смысле я действовал строго в соответствии с принципами моего учителя Виктория Черномородина, который говорил, хотели как лучше, а получилось как всегда. Самое новогоднее мероприятие было проведено за личный счет членов правления». Чтобы установить, за чей счет банкет, проверки в «Роснано» провели прокуратура, комитет по аудиту и счетная палата. Их результаты пока не озвучены.